Народ не пускают к гробу Марка Захарова. Сегодня, 1 октября 2019 года, в 10.00 МСК началась церемония прощания с режиссером театра Ленком, Марком Захаровым. Впрочем, не всех пустили к гробу знаменитости. Уже с самого начала панихиды в театр прибыла целая толпа народу. «Люди несли цветы, дабы почтить память любимого сценического деятеля, а очередь выстроилась с самой малой Дмитровской». Многие поделились воспоминаниями о творчестве Захарова. «Его звонок по телефону. Я приглашаю вас в труппу. Он изменил мою жизнь и подарил мне меня. Невозможно представить театр без него», — рассказала артистка Анна Якунина. Из-за большого количества желающих проститься с режиссером охрана повысила меры безопасности. Изначально каждого пришедшего проверяли через рамки металлоискателей, однако в 10.45 стало известно, что поклонников знаменитости отказываются пускать к родным Захарова, в сидящем у гроба. «Зрителей не пускают к близким Марка Захарова, и некоторые из них на расстоянии через крупную фигуру охранника пытаются произнести слова благодарности и соболезнования», — передает газета «Московский комсомолец». В своей текстовой трансляции отметим, что церемония прощания завершится в 14.00. Внимание на экран. Режиссер театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 86 лет. В конце жизни он страдал от продолжительной затяжной болезни. Официальной причиной медики назвали заболевание пневмонией. Напомним, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Повернувшийся на запад Лукашенко плюнул на Россию. Родители избавились от позорного наследства Жанны Фриске. Известие об уходе Ларисы Гузеевой поразило россиян. Состаревшаяся Хоченкова оконфузилась на пудине. Стройнейший эффект кокаина. Нашли еще один аргумент против Гучкаревой. И многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова